Здрасте, 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 друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Железка в самом разгаре, пора зарабатывать жетоны, а в этом ролике мы поговорим про последние новости игры. Вышла рубрика на этой неделе, это еженедельная новостная рубрика от разработчиков, которая была полностью посвящена предстоящему патчу, а также прошедшим коридорам времени. Ну, начнём мы, понятное дело, с головоломки. Как они пишут, что никогда раньше они не публиковали такой масштабной головоломки, и наблюдали за тем, как активно сообщество включилось в разгадку. Стоит отметить то, что ошиблись те, кто предполагал, что после эмблемы 19 кусков лора и также бастиона будет что-то ещё. На следующей неделе коридоры времени закрываются. Загадка разгадана. Эта активность создавалась именно для сообщества. Почему? Потому что в своё время, когда они делали усыпляющийся эмулянт, либо шёпот, либо час испытания, да секретные миссии, так вот, они были доступны, грубо говоря, определённому кругу людей, которые оказались в нужное время в нужном месте. А тут же всё легло на плечи сообщества, и каждый мог внести свой вклад в разгадку. Эта идея у них зародилась ещё до сезона «Рассвет». Напомню, сезон «Рассвет» стартовал у нас в начале декабря. Так вот, за основу этой головоломки был взят фильм «Куб». Ну а теперь давайте поговорим по поводу патча, который у нас выйдет на следующей неделе. Он нам будет поднимать производительность, чинить баги и так далее. Давайте всё по порядку. На старый добрый шов, который меня лично постоянно убивал в яме ереси, будет исправлен. Наконец-таки, спустя несколько месяцев они дошли до этого. Я очень этому рад, потому что мне реально надоело постоянно умирать при этом переходе. Улучшено производительность при столкновениях в зале страданий, частично решена проблема производительности, возникающая при появлении и исчезновении платформ, когда вы воюете в рейде «Саду спасения» со священным разумом, то есть с боссом. Также вы обращали внимание, что в башне иногда производительность падала, да, то есть особенно, когда вы получали награды. То есть с этим патчем это тоже должно быть исправлено. Насколько это будет исправлено, посмотрим. Помимо этого, вы обращали внимание, 100%, особенно тех, кто играет в PvP, что иногда все ждут у вас черный экран, да, загружается карта PvP, и пока не догрузится последний игрок, то, соответственно, вы не начнете. Теперь же вы просто будете лететь на орбите, то есть черного экрана больше не будет. Также подвисание пользовательского интерфейса они планируют, которое снижало частоту кадров, проблемы с частотой кадров в Гамбите-Гамбите Прайме, также в Яме Ереси при столкновениях в туннелях, а также общее повышение производительности, когда очень много обломков. Также будет исправлена ошибка, из-за которой Эрис Мор не давала последний кусок истории, да, то есть вот у меня его, например, нету, поэтому я лично рад, что они это поправят. Также возрадуйтесь те, кто делает бремя Идзанаги. Редкий контракт теперь будет выпадать гарантированно. Вам надо в течение пяти дней выполнить все контракты ады, и тогда вы гарантированно получаете редкий контракт. И некоторые игроки просто на протяжении месяцев не могут его выбить. Вот теперь проблема будет решена. Ограничение на использование милости червебога, а также вероломство зимы будет сняты после этого обновления. Те, кто не получает бастион, вам надо завершить полную сюжетку с Энте-14. Помимо этого у Осириса отзвук прошлого, невыполнимая задача и выполнить невыполнимую задачу. Также вы, наконец, сможете сделать лук дыхания Левиафана. Вы сможете пройти налет с торговцем оружия. Напомню, до этого был баг, что требовался восьмой сезон. Ну и также небольшой список известных проблем, которые вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Не забудьте на нее подписаться. Я искренне рад, что разработчики наконец-таки взялись за всевозможные баги, ибо в игре багов стало очень много. Пора их решать. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим палец вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья.